Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару, Елена Мищенко в студии. События последних месяцев в Таджикистане многие в соцсетях уже сравнивают с большим сталинским террором. Режим с особым остервенением расправляется не то чтобы со своими оппонентами, их внутри страны и так практически не осталось. Незаконным арестом, пыткам подвергаются обычные граждане, которые выразили свое возмущение беззаконию, которое творит режим Рахмона. Особую свою жестокость силовики и судебные органы проявляют двум категориям граждан – активистам из Горно-Бадахшанской автономной области, а также журналистам. О последних сейчас мы и расскажем. На данный момент в застенках Госкомитета нацбезопасности и Министерства внутренних дел находится семь журналистов. Их имена многим пользователям соцсетей известны. В последние годы большинство из них из-за жесткой цензуры в СМИ занимались блогерской деятельностью, вели свои каналы в Ютьюбе или делились своими мнениями в Фейсбуке. К примеру, Ульфатханим Маматшоева очень осторожно писала в соцсетях и высказывалась в основном о проблемах Горно-Бадахшанской автономной области. Ульфатханим арестовали 18 мая. Через два дня после Ульфатханим был арестован Хушрус Джумаев. Блогер рассказывал в своем Ютьюб-канале об истории, языках и культуре помирских народов. После ноябрьских митингов в Хороге Джумаев начал заниматься общественной деятельностью и стал помогать членам комиссии 44, которая вместе с правоохранительными органами вела расследование обстоятельств гибели Гульбедина Зеюбекова. Третьим арестованным оказался Мамат Султон Мавлоназаров. За ним пришли в его дом 16 июня. Бывший журналист газеты «Комсомолец Таджикистана» выражал свое возмущение действиями военных в Рушанском районе. Там, я напомню, силовики убили свыше 40 протестующих. Если арест трех предыдущих журналистов можно связать с Горно-Бадахшанской автономной областью, то последующие четыре вообще не имеют никакого отношения к событиям на востоке страны. Они из-за страха отказались затрагивать тему Бадахшана, но тем не менее все равно попали под каток режима. Например, Далера Имамали и работавшего у него оператором Абдулло Гурбати задержали 18 июня на пути в Худжанд. Далер и Абдулло в своем YouTube-канале освещали только социально-экономические проблемы. В политическую тематику вообще не лезли, но, несмотря на это, частенько попадали под раздачу. Примерно за месяц до ареста Далера Имамали избили милиционеры в столичном отделении внутренних дел, а на Абдулло Гурбати за последние три года дважды напали и жестоко избили. Предположительно, за атаками стояли сами силовики и, естественно, никаких преступников до сих пор не нашли. Двух других журналистов Завкибека Саида Амини и Эбдусатора Пермохамадзоду МВД арестовало 9 июля, буквально через три недели после ареста Далера и Абдулло. Причиной ареста, как предполагают в журналистском сообществе, стало открытое осуждение Завкибеком и Эбдусатором действий силовиков в отношении Имамали и Гурбати. Саида Амини и Пермохамадзода являются бывшими сотрудниками государственных телевидения и радио. В последние годы Саида Амини ушел в крановщики, а Пермохамадзода стал водителем такси. Примечательно во всем этом то, что большинство журналистов инкриминирует 307-ю статью. Это публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием интернета и организации или участие в деятельности экстремистской организации с использованием интернета. По этим статьям журналистам грозит тюремный срок от 5 до 15 лет. Стоит отметить, что еще в период внесения поправок в эту уголовную статью многие уже предполагали, что она станет главным инструментом властей в борьбе со свободой слова в соцсетях. Применительно же к журналистам режим Имамали Рахмона пошел на открытый и наглый беспредел. Практически у всех журналистов до ареста силовики под предлогом исследования изымали их мобильные телефоны. В последующем с устройства ставились лайки под компрометирующие посты и таким образом шились уголовные дела. Продолжение следует... Продолжение следует...